Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и вы смотрите видео «Спросите у Татьяны», где я говорю о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Это видео возможно благодаря моим дорогим членам клуба «Русская дача», которые получают видео и подкасты каждые пять дней только на русском языке с транскрипциями и благодаря которым я могу делать эти видео для вас. Спасибо им! И сегодня мы смотрим разницу между словами «действие» и «поступок». «Действие» и «поступок». Какая разница? Оба эти слова значат, что мы что-то сделали. «Действие», «поступок». Ну, какая разница? Давайте посмотрим. «Действие» – это нейтральное слово. Просто кто-то что-то сделал. Например, если мы говорим о грамматике, мы можем сказать, что глагол обозначает действие. Глагол обозначает действие. Глагол – это, например, смотреть, читать, любить, кушать. Это глагол. И он обозначает действие. Обозначает, значит, какой его принцип. Что это значит? Глагол обозначает действие. То есть кто-то что-то делает. Например, я иногда гуляю в парке. Я вижу людей, которые занимаются тайчи. Вы все видели этих людей, которые занимаются тайчи. Я могу сказать, что они совершают интересные действия. Совершать – совершить здесь значит сделать. Они совершают интересные действия. Или они делают интересные действия. Какие-то движения. Я уверена, что это очень полезно. Полезные и важные действия. Может быть, они чувствуют свое тело очень хорошо. Если вы занимаетесь тайчи, напишите, что значат эти интересные действия. Да, или, например, когда мы идем на чайную церемонию. Вы знаете, в Японии такой есть ритуал, традиция, чайная церемония, которая идет, мне кажется, почти 4 часа или 5 часов. И мы можем сказать, в чайной церемонии строгий порядок действий. Строгий порядок действий. То есть, очень конкретный порядок – это номер один, номер два, номер три. Строгий порядок действий. Я думаю. И также, если вы понимаете чайную церемонию, напишите. Это действие. Что-то, что мы делаем – нейтральное слово. Но поступок, поступок мы используем только в контексте общества. Общество – это группа людей. Это что-то, что мы сделали для другого человека или против другого человека. Поступок может быть только в обществе. Например, вы читали книгу «Робинзон Круза», да, когда он был один на острове. Там он совершал всякие действия, потому что он думал, что он один. Это были действия. Но когда он встретил пятницу, знаете, герой, он, я не помню, что они там делали, но, например, он дал пятнице еду. Или пятница дал ему еду. И это уже поступок. Поступок – это между людьми. Можно сказать, героический поступок, хороший поступок, некрасивый поступок. Когда мы говорим «поступок», у нас всегда есть субъективная наша позиция. Какой это поступок? Например, вы ужинаете с друзьями, и ваш друг встаёт и говорит «всем пока» и уходит. Есть такие люди. И вы потом можете ему сказать по телефону «Я не понял твой поступок. Какой странный поступок». Можно сказать действие, но действие нет такой коннотации социальной. Поступок есть. Я не понял твой поступок. Или, например, кто-то в море тонет. Тонуть – это когда мы в воде, и мы идём вниз. Ужасно, конечно. И другой человек, например, другая девушка, она видит, что ребёнок тонет, и она бежит в море и спасает его. Спасает его. Мы можем сказать, она совершила героический поступок. Если в газете мы будем потом писать, мы напишем. Об этом поступке писали все газеты. «Поступок» – это что-то социальное. Пишите, пожалуйста, ваши примеры. Думаю, что это будет не очень просто, но интересно. Напишите, может быть, совершали ли вы когда-нибудь героический поступок. И также пример со словом «Действие». Если будут ошибки, я вам напишу. Спасибо, что смотрите, дорогие друзья. Смотрите у меня на сайте PDF-книги, упражнения на перевод, транскрипции и приходите в мой клуб «Русская дача». Ставьте лайк. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok